Имеем право рассчитывать. Из опыта прежних вдов, у которых раньше еще мужья погибли, детей компания не стала обучать. То есть выборочно. Кто-то добьется, кто-то нет. Сейчас же уже на данный момент компания стала уже договора заключать. И это заслуга именно нашего комитета. То есть мы этого добились. Вот эти здания наверху, это были комнаты. Шахтер, значит, мог либо здесь взять путевку и жить здесь, либо, значит, он мог просто лечиться, после работы приходить в свободное от работы время и уходить домой. Митл-стилу это санаторий не нужно. Ему невыгодно держать. Мы увидели, что инвестиции есть, но, опять же, как говорится, нужно отслеживать, как тратятся те вложения, которые производит компания. Потому что очень много примеров того, когда деньги выделяются, но, по сути, получается не очень хорошо. Например, если был построен комплекс, спорткомплекс был построен, то сразу же после того, когда он вошел в строй, когда начали его эксплуатировать, там потекла крыша. Сколько было истрачено денег и почему нужно было строить то, что стало непригодным для использования, то есть некачественно. Поэтому вот эти инвестиции, они иногда вызывают сомнения, то есть насколько они эффективны, насколько они нужны в данный момент городу. То есть не лучше ли было их вложить во что-то другое и спросить об этом именно население, что им сейчас более необходимо. То есть те же самые инвестиции были потрачены на установку экранов, больших экранов для рекламы. Опять же, насколько это принесло пользу городу, это очень большой вопрос. И, конечно же, хотелось бы знать о тех инвестициях, на которые выделяются деньги, потому что об этом узнается потом где-то в каких-то выпусках, и то очень так поверхностно и не видно. То есть нет прозрачности вот этих вот инвестиций, они достаточно непрозрачны и, на мой взгляд, не отвечают нуждам именно населения города. Если говорить об имидже компании, то да, они создают определенный имидж, но пользы от этого очень мало. В 2008 году правительство Казахстана заявило, что компания не выполняет требований по обеспечению безопасности труда в шахтах и поэтому может потерять лицензию на недропользование. В том же году чистый доход компании ArcelorMittal составил 9,4 миллиарда долларов. Компания ArcelorMittal, по моему вовлению убеждения, имеет громадные прибыли на смертях наших крокодинских шахтеров. С момента, когда она здесь появилась, ей остались постсоветские лагерные системы управления и добыча угля, которые позволили этой компании, не привлекая никаких усилий по менеджменту, по увеличению нового оборудования и всего остального, иметь бешеные прибыли. И тот феномен Митталстил, лично Лакшми Миттал, о его личном обращении, связан напрямую с жемчужиной его империи. Они используют наши ресурсы, то есть ресурсы воды, ресурсы воздуха, мы не говорим о других полезных ископаемых, например. И при этом, естественно, что от этого должны получать пользу те граждане, которые в этом живут. Если происходит загрязнение воздуха, то, естественно, мы должны каким-то образом говорить населению или предоставлять населению какие-то возможности для того, чтобы это не сказывалось на их здоровье. То есть, если компания получает прибыль, то, естественно, она должна отвечать, прежде всего, перед окружающей средой, наверное, даже больше об этом, что должна вкладывать определенные инвестиции именно в восстановление окружающей среды. Вот постоянно надо толкать. Вот такие отношения, конечно, не красят компанию и нам удовольствия не приносят. Потому что такие отношения, вот постоянно толкать, постоянно ходить, постоянно чего-то там добиваться и всё, оно, в принципе, и устаёшь. Ну, может быть, на это они и рассчитывают, что человек устанет, опустит руки, походит, походит и прекратит. Но мы не собираемся сдаваться. Я думаю, что шахтёр, он достоин того, чтобы жить в нормальных человеческих условиях. И дети шахтёров тоже достойны того, чтобы получить образование. И почему нас приучают к мысли, к такой, что мы всё должны с протянутой рукой ходить. Да не должны мы ходить с протянутой рукой. Мы считаем, что компания должна дать возможность общественности принимать участие в проекте. Для этого либо Арселор Миттл Тимиртав, либо банк должны раскрыть информацию по экологическим и социальным планам действия проекта ЕБРР, второго проекта. Мы считаем, что финансовый кризис, с которым столкнулась компания, не должен стать причиной того, что будут снижены требования по обеспечению безопасных условий труда шахтёров или будут снижены требования по воздействию на окружающую среду. В целом вызывает сомнение необходимость в том, что международные финансовые институты, использующие общественные деньги и выделяющие их под низкий процент, должны поддерживать таких гигантов, как Арселор Миттл, чей чистый доход в 2007 году составил около 12 миллиардов долларов. Арселор Миттл Тимиртав заявляет, что предотвращение загрязнения окружающей среды и улучшение безопасности труда работников – это один из главных их приоритетов работы в Казахстане. Но мы считаем, что необходимы реальные действия и значительные усилия для достижения заявленных целей. Лакшми Миттл – человек, олицетворяющий собой финансовый успех. В 2005 году журнал Forbes назвал его третьим богатейшим человеком в мире. Его состояние оценивалось в 25 миллиардов долларов. Тремя годами позже, в 2008 году, он потерял свое третье место и опустился в рейтинге на пункт ниже, заработав всего 20 миллиардов за три года. Мы видим, что в бизнесе, связанном с производством стали, вращается много денег. Их можно использовать для социальных инвестиций или заявлять о них, как это делает Арселор Миттл на своем веб-сайте. Наш будущий успех частью зависит от всего окружающего мира, который дает нам свободу и гибкость для достижения успеха. Мы завоюем его доверие своим ответственным поведением.